Как же все-таки расслабиться, перестать переживать из-за всевозможных ноу-хау в рационах, сахар вреден, не вреден, нужно ли вот это исключать, можно ли дать перекус и так далее, чтобы как-то поспокойнее относиться к питанию, не делать его центром жизни, а просто смочь кайфовать от него самим и не очень сильно выгорать, наблюдать за тем, как питается ребенок. Вот чтобы к этому прийти, нам нужно иметь какую-то самую простую базу, знание о том, как вообще устроен рацион, что в нем есть важного, а на что можно смело просто-напросто забить. О чем очень важно, мы сегодня поговорим. Если у вас вопросы примерно по этой части, вот смотрите, это значит, что сейчас в лекции я на них уже отвечу. Мы сначала поговорим про то, как понять, когда ребенку уже хватает еды. И мы поговорим о самых главных частях рациона, это в кавычках, потому что чаще всего меня об этом спрашивают, про глютен и молочку. Потом разберемся, нормально ли это что-то не есть, и когда уже ненормально, когда ребенок что-то не ест. Отдельно я скажу про прикорм, потому что тоже по нему было какое-то гигантское количество вопросов. И мы потихонечку перейдем к мифам, о которых тоже было очень много вопросов. Я не понимаю, почему. Но, видимо, так нас уже всех запугали по поводу здорового питания, что уже даже люди сомневаются, что же все-таки брать, обурец обычный или все-таки обурец с семенами чья. Это важно разнообразие, важность, балансированность. Но уже давайте конкретно посмотрим, сколько же у ребенка, каких групп должно быть. Здесь нам помогает простое правило 5-5-3-2. Вот на тарелочке даже специально нарисовано, видно, что это 5 порций овощей и фруктов, 5 порций сложных углеводов, 3 порции молочных продуктов и 2 порции белковой пищи, источников белка. Если за целый день у ребенка получаются все вот эти порции, все вот эти кулачки собрать, переключу сейчас пока, посмотрите, как измерять порцию, как выглядит каждая порция. Если ребенку получается за целый день вот это правило соблюдать, получать 5-5-3-2, тогда мы можем быть спокойны, что все, ребенок, необходимое количество нутриентов, он из пищи получает. И тогда нет нужды бежать за ним и говорить, слушай, ну съешь еще ложечку там за маму, за папу, за бабушку. Мы можем не тревожиться, что он не ест какой-то продукт. Но если мы видим, что вот это вот правило 5-5-3-2, оно колоссальным образом не соблюдается, то есть у нас проседает несколько групп или у нас слишком много какой-то другой группы, то это уже повод действительно задуматься, пересмотреть рацион, да, и возможно ввести какие-то новые правила в семье. К вопросу просто про сбалансированность рациона, что же туда входит попить. Ну оптимально это молоко и вода, а сок, как ни странно, который многие стараются в качестве источника витаминов дать, морсы, компоты. Но это необязательный компонент рациона. Если это сахаросодержащие морсы, напитки и так далее, то просто учитывайте это количество сахаров в общем темном балансе. Я чуть-чуть попозже дальше об этом скажу. Но специально выпаивать сок и думать, что тем самым я делаю ребенку лучше, ну не стоит. Воспринимать это скорее как десерт, что ли, как-то так. Что же страшного, если ребенок, например, отказывается есть вот мясо, или отказывается есть гречку, или не любит творог, или там, ну какой-то продукт. Мы смело можем, вот пользуясь вот этим правилом, да, правилом составления сбалансированного рациона, сами себе уже на него отвечать. Не ест мясо. Ну, хорошо, посмотрите на группу источников белка, да, отнесите его, к какой группе этот продукт относится, к источникам белка. Здорово, посмотрим, что там еще есть. А там широкий спектр того, чем это мясо можно заменить. Точно так же с брокколи. Не ест брокколи. Мы понимаем, брокколи – это овощ, он относится вот к этой группе, да, овощей существует огромное множество, как и фруктов, и мы можем смело на любой другой овощ его заменить. И здесь вот я выделяю в презентации, что это абсолютно нормально, не есть конкретный продукт или блюдо, да, были тоже жалобы на то, что ребенок не ест суп, отказываться есть рагу, подливу и так далее. То есть какое-то блюдо не любить – абсолютно нормально. Мы же, наверное, тоже не все любим все блюда. Мы же приходим в ресторан, что-то нам нравится больше, что-то меньше. В целом у ребенка та же самая физиология. Но вот если кто-то отказывается из детей, есть целую группу продуктов, например, ребенок вообще не ест молочку, то это уже повод пересмотреть рацион. То есть если из рациона выпали вообще все овощи и фрукты, да, там или там, ну, они представлены, допустим, одним яблоком и бананом, это повод задуматься. Если пропало, например, сложенные углеводы все, ну, или там буквально одна порция, там какой-нибудь утренний каш есть, это повод пересмотреть рацион. Но если пропал один продукт или два, то, ну, вот точно можно расслабиться, сказать, фух, слава богу, мне ничего с рационом делать не надо, ребенка мучить не надо. Это просто вот такая особенность этого периода или особенность моего ребенка. Он это не любит, и это абсолютно норма. Вот здесь я специально привела пример на мясе, потому что это самый-самый-самый частый вопрос, что ребенок не ест мясо. И родители переживают, получит ли он железо, хватит ли ему, ну, нутриентов и всего остального. И вот именно на мясе я решила нарисовать такую картинку про то, что нет мяса в рационе, не нужно ни паниковать, ни уговаривать, ни заставлять его, там, еще кусочек, чтобы мышцы росли, чтобы ты был сильным. Не нужно. Это не краеугольный камень здорового питания. Вообще, кстати сказать, plant-based, рацион с преобладанием растительной пищи, вот так переводится, или вегетарианский рацион, где отсутствует только мясо. Ну, вообще много названий у него есть. Это здоровый рацион, и он имеет доказанные преимущества для здоровья. Они выражаются в снижении рисков развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, двух главных из современностей. Поэтому ничего страшного в том, что ваш ребенок выбрал более здоровую версию сбалансированного рациона, в этом страшного ничего нет. И уж точно не нужно, чтобы вот как бы он обязательно добрал мясо, уж точно не нужно предлагать ему сосиску. Меня очень зацепил вопрос один, я прямо вот специально хочу для вас, если вы меня сейчас слышите, узнаете этот вопрос, да. Виктория, скажите, пожалуйста, вслух моей свекрови, что давать сосиски и колбасу ребенку нет никакой нужды. Он меня так зацепил, что я прямо даже решила остановиться на этом и специально для вас внизу приписать, что давать сосиску не надо. И для вашей свекрови, и для всех свекрови, которые переживают, что ребенок не доедает мясо, могу с уверенностью заявить, что сосиска, колбаса и другие виды обработанного красного мяса, вот так называется эта группа, это не обязательный элемент рациона. И уж он точно не делает наших детей и нас здоровее. Часто были вопросы, а какая же роль в сбалансированном питании у нас отведена сахаром и всевозможным продуктом, которые его содержат. То есть это булочки, газировка, вот соки, вот эта вот вся любимая, так скажем, детьми тема, какое же место отводится ей. На самом деле не такое уж и маленькое. ВОЗ рекомендует сокращать количество свободных сахаров в рационе до 10%. Если сможем сократить до 5%, то тут будут дополнительные бонусы для здоровья. Подожди, а что такое свободные сахара? Ты про это расскажешь дальше? Вот прямо сейчас и расскажу. Класс. К свободным сахарам, да, или к добавленным сахарам относятся все формы сиропов, меды, сахар, обычный вот этот рафинад, тростниковый, виноградный, вообще любой. То есть любой вид от сластителя, который содержит калории. Подожди, подожди, а вот эти модные истории, какой-нибудь там кленовый сироп, что там еще есть, подсказывайте мне. Синихторогавый. Бубовый, да-да-да. Сироп топинамбовый. И всевозможные как бы здоровые альтернативы сахару, они на самом деле не здоровые альтернативы сахару. А, ну, просто такой вот вариант чего-то сладкого, да, но, тем не менее, это все равно сахар, добавленный сахар. И это то, что мы стремимся в рационе свести к минимуму, да, или как-то ограничивать. Есть теория, что они якобы полезнее обычных сахаров там, потому что у них более низкий гликемический индекс. Но на самом деле гликемический индекс никакой роли для здорового человека не играет. Проплятые маркетологи. Совершенно точно, ты права. Вернемся к нектару агавы. Это не более полезная альтернатива сахару. И если мы встречаем печенье на фруктозе, там, не знаю, какую-то выпечку на меду, или детское какое-то питание с концентратом виноградного сока, это все добавленные сахара. То есть если у нас был фрукт, мы из фрукта убрали мякоть, оставили вот либо сироп, либо сок, да, как-то загустили его, то это стал добавленный сахар, свободный сахар. То есть свободный от клетчатки. Если в продукте есть клетчатка, то есть, например, это цельный фрукт, он тоже, он содержит тоже количество фруктозы, но за счет того, что там есть клетчатка, мы не можем съесть, например, 7 апельсинов за раз. А вот в форме сока или в форме концентрата сока, который добавляют как подсластитель, мы можем запросто съесть и 7 апельсинов незаметно для себя. А вот это уже будет перебор. Надеюсь, моя презентация тоже работает. Я для примера, вот буквально для примера, прикинула, сколько сахара содержит разные продукты, которые могут часто встречаться в рационе обычного человека. Например, йогурт, кексик, готовые быстрые завтраки, которые якобы тоже полезны для детей. И часто так и пишут, что это суперполезный питательный завтрак и так далее. Даже кетчуп и батон тоже могут этот сахар содержать. Но отдельная моя любовь – это так называемые детские продукты, особенно детские молочные продукты, которые вот прямо написаны с 6 месяцев, с 8 месяцев, там хоть с 4 месяцев, да, можно. И мы думаем, что это, как бы, ну, такой классный продукт, им и стоит кормить ребенка. Ведь написано же, с 8 месяцев можно. Значит, можно. Но на самом деле, посмотрите, вот нормы. Посмотрите, нормы, я вот специально вернусь назад, вот сюда. Человечки несут кубики. Это нормы для детей сахара в день. От 4 до 6 лет, например, это всего лишь 5 кубиков или 5 чайных ложек. А теперь я опять перехожу к молочным продуктам и смотрю, что в баночке йогурта, например, 6 грамм – это полторы чайных ложки. И может получиться такая история, что за один перекус ребенок получает, например, 23 грамма сахара. Это, ну, примерно 6 ложек. То есть больше суточной нормы для ребенка, вот, дошкольника. Но при этом нам кажется, что мы дали ребенку молочные продукты. То есть группа по молочке как бы выполнена, да, нам кажется. Но при этом мы явно перебираем с сахаром. Вот я привожу, например, альтернативу. С левым столбцем, да, что у нас может быть обычный йогурт без наполнителя, без вкуса, там, банана, яблока, клубники. И если мы хотим как-то добавить туда сладости, или нам кажется, что туда нужно добавить каких-то витаминов, мы можем просто дать цельный фрукт, туда положить замороженный или просто размороженный яблок, неважно, покрошить банан. И он станет сладким, он станет полезным, и он уже из категории десерт переместится в категорию перекус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!